Полные противоречия идёт. Хэппи в Мироре катнёт любого. Как бы, собственно, у нас максимально полная картина о раскладе сил после этих двух комментариев. В принципе, другие комментарии не нужны. Да, уже всё понятно. В принципе, можно игры тогда не смотреть. Всё известно. На основе двух комментариев мы можем сделать прогноз о курсе доллара, да? На ближайшие лет восемь. Один на двоих катнёты, как я предполагаю. Ну, понятно, да. Так, ну хорошо, давайте к игре. У нас только что была аналогичная тема с Кэшем. Ну, по расам, по крайней мере. Будет возможность сравнить, проводить параллели. Хотя, может быть, лучше не вспоминать эти две игры. Я думаю, что лучше вспоминать неродную расу для Кэша. И родную расу для Чинника. И пришлось что-то мне подсказывать, что Флай агрессивный орк, да? Он такой, крепится, крепится, нет. Я покреплюсь на Хомане. В принципе, он так всегда играет. Да, наверное, да. Очень контактный, очень агрессивный. Блэйда, опять же, любит. Хотя, в отличие от того же самого Лина, у него пробиваются форсиры иногда на картах. Но тоже не часто. Блэйдмастер первый. Мне кажется, что они примерно одинаковы в плане форсира Блэйдов. Я, наверное, думаю, что даже форсира Лин почаще, да. Это фокус у нас. Половина игр своих форсиром играет. Но фокус, фокус. Мы ведь про него сегодня уже рассказывали. А что эта карта вообще? Здесь что может сделать Хуман против такого монстра, как Флай? Играть в стандарт? Да, я думаю, что стандарт флай посильнее. Что-то, что-то. Кажется, Флай на этой карте против... Я не помню, против кого он играл. А, скорее всего, они с Чайми как раз и играли. То есть это же реванш. И Чайми выиграл Флая, да? Да, да. Точно 2-1, я помню. Но на этой карте Флай выиграл как раз через Виверн. Если помнишь, там был у него Блэйд, СХ и великолепный контроль. Настолько великолепный, что он где-то минуты до 10 ни одного юнита не отдал. Просто. Поэтому... И более того, вспоминая эту серию дальше, Флай... Чаймика был неплох, да? Не-не-не-не-нет. Чаймика был плох. Флай ему отдал как минимум одну карту. То есть, прям вот имея колоссальное преимущество, не помню, что это была за карта, но помню, что... Это было очень неприятно. Должно было быть 2-0. Ты, видимо, говоришь про Эхо, где у Флайа было все лучше, а потом он отдавал Таурена, Форсира, Форсира, Таурена, когда они вразмены шли. Вполне вероятно, да. Да, надо пересмотреть. Но там было, да, преимущество у Флайа, но не прям такое. Все-таки Форсир с Тауреном... А, не-не-нет, это уже третья решающая игра была. В первой же тоже что-то было такое в пользу Флайа. А, да-да-да. А вот третья, да, там же реально было близко, да, было преимущество, на мой взгляд, опять же, потому что там такое... Оп, добил! Добил, хорошо. Как не добил? Или добил? Орк, 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 орк. А он крепил вообще что-нибудь. И зажал, и зажал, блядь, орк, 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 орк. О, рядом с костром, ты видел? Да. Интересно, как ты думаешь, что хвост у коня подпалился от костра? Да, да, точно. Да. И, скорее всего, добил, потому что количество экспы у Блэйда, посмотри, он только зеленую... Хотя на зеленый столько и дают, блин, на верхний. А, нет, на какой верхний, блин, что я несу? Это же он прибежал просто через всю карту, крепил ополченцами одновременно на севере, чей миг. Какие? Да. В общем, Флай убил одного тролля, представь, из которого зарядный артефакт выпадает. И, по-моему, он купил серклетку. И получается, что и добил, и взял артефакт Архимаг, при этом Архимаг продал одну перчатку. Ему было две перчатки. А зачем ему две перчатки? Одну перчатку в карман, и одной перчаткой ты спокойно управляешь конем. Две перчатки здесь вообще не при делах. Слоты пока свободны. Я просто не вижу смысла в продаже артефактов сейчас. Вот как раз для рейнджового героя перчатка скорости, она получше, потому что он чаще стреляет. А ты знаешь, мне кажется, что там есть дебаф к... Каждая следующая перчатка дает не 15% скорости атаки, а чуть меньше. То есть там нельзя... Ну она 15 к базе дает. Она не 15 к новому, а 15 к базе. Такое есть. Ой-ой-ой, какая просветка. Какая вовремя просветка. Да, ну даже в такой ситуации с битым конем как-то уже не подойдешь к этому огру, чтобы артефакт забрать. А сейчас Флай может прям двух добить. Ой, какой молодец. Более того, он и заберет эту точку, скорее всего. Ой, еще сеточка нано. Шикарно просто. Покрепился называется. Он четырех здесь может забрать? Да, он заберет четырех. Ну, скажем так, он заберет двух, а еще... Куда ты лезешь? Ой-ой-ой-ой. А зачем? Зачем? Зачем он туда полез? В общем, резюмируя все это, можно сказать, что очень круто покачались крипы. Крипы добили трех футменов и одного элементаря. Да. То есть, очень крутые крипы. Ой, ну все плохо у Чумика. У Чумика, да. Если сейчас Флай догадается построить первую виверну, а он, скорее всего, догадается построить первую виверну, то это виверна таких дел наделает на базе. Там все битые футы, потому что футы покачались на... Так там футов патчей не осталось вроде. Там один футов. Футов этих, этих, рабочих, рабочих. Рабочие покачались на ребятах, на крипах, которые умеют отравлять. Отравление на рабочих — это такая штука, которая бесследно не проходит на юнитов, у которых 5 хп от рождения. В общем, виверна сюда прилетит, и здесь 4 минимума рабочих умрет. Тем временем выбивается артефакт, давая еще большой бутылек хп, или инвул. Ирж, хорошо, да. Шикарно, шикарно. Инвул даже, наверное, получше будет. Да, в определенных ситуациях, да. Ну что ж, это прям каточка Флай уверенно ведет ее к победе. Он, правда, не того убил тролля, из которого выпадает книжечка, но, а видимо, он здесь ни с какой тернии выпадает. Да, но если выбирать между троллями, из которого хоть какая-то книжечка выпадает, так что можно было и нормального убить. А так, Tom of Experience, все, все, мы его уже не видим. Слава богу. А то, о, Tom of X, о, рандом. Безбаланс, безбаланс был. Согласен. Безбаланс. 13 лет всего лишь прошло. Ой, какие 13, что я несу? 15, 16. 15, 16. Смотри, вылетел первый Spirit Walker, и, значит, вылетела первая Виверна, потому что не прибежал райдер. Нам это не показали? Смотри, смотри, справа. Вот синенькая точечка, да, справа. Это как раз та Виверна. А я не видел вышки. С одной стороны, явно там ждут эту Виверну, потому что был райфл, который внутрь базы забегал. А ты уверен, что он прям внутрь базы забегал? Ну, я видел, да, но он не готов. Странно, та же самая карта, те же самые респы, та же самая стратегия, мы к Виверне не готовы. Сейчас еще приста давай потеряем. Причем, это троллей. Отлично. Давай, 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 давай. Хорош, молодец. Ну, можно выйти, в общем-то, сейчас уже. Ну, даже лучше, наверное, выйти, чтобы еще хуже ничего не случилось. Причем, знаешь, это можно быть не готовым к Вивернам, да, на профессиональном уровне, но вот кто-то спрятал там бестиарии, построил Виверн, и ты к ней не готов. Но когда ты не готов к Виверне, возникают некоторые вопросы, прямо скажем. Да. Ну, типа, ну, я не был готов к этой Виверне, эта Виверна решила мою судьбу. И она же сейчас там будет до тех пор, пока вышку не доделают. И после того, как вышку доделают, там же не все будет прикрыто, она же все равно будет летать. Да даже вышку это доделать, там должен сейчас оставаться Райфл, чтобы она там ничего не смогла. Ну, а Райфл ушел, кстати. А Райфл ушел. Виверна возвращается назад, кажись. То есть не почувствовал, да, что... Да, что ушел Райфл. Странно. Сейчас попытаются добить... Ну, а даже не просвечивает, смотри. Ну, здесь можно растерять на сеточках. Виверна сверху там, кажется. Минус Райфл, Спирит Линк. Сурочка сначала влево, потом вправо, и вдруг она Енот. В общем, непонятно. Ну... Варкрафт прекрасная игра, да, была? Сурка стал, Енот. Сейчас надо идти крипится, конечно, в больших окнах. Самое время. Не клеится вообще игра. И на своего хорошего начинается. А зачем, зачем вообще? Какая логика, какая логика? А Плай стоит и просто не понимает, почему. Вроде я крипджекнул, вроде минус 3 юнита. Какого хрена? Что он делает? Почему он крипится? Хекс, циклон, и артефакт поднимает. Не поднимает, архмак, блин. Долгое время не поднимал, хотя мог. О, о, о. Аура хорошая, да. А теперь, кстати, на ауре можно отступить. Видишь, как все грамотно сделано? Ну, он просчитал этот момент просто. Да, потому что на ауре мы просто быстренько отступаем, и все у нас хорошо. Но все равно у Плай все просто шикарно. Герои по уровню лучше, артефактов больше, лимитов больше. Чаймика, тем не менее, ведет себя несколько неадекватно, на мой взгляд. Потому что, ну, а какого хрена ты... Тебя здесь не должно быть, да. Да. Отдает еще одну репла. Чем дальше ты... Ну, а можно вылечить? Для чего тебе лечение данного ИСХ? А, он ждет третьего левого. Да, да, не хочет ману тратить, видимо. Ему чуть-чуть, буквально вот этого Огра, например, или вот этого Маутон Кинга маленького. Да, Огра, кстати, тоже неплохо троллит такой. Не-не-не, меня не убьешь. Ой, не до... Да что? Да, я не вдвоем. Он никак не может третий уровень получить. Не на Огре. Вот, принцип, наконец-то был убит. Третий уровень СХ. А третий уровень... Да, все, третий уровень есть, можно сражаться. Но теперь уже не осталось. Да, да. Кадуэ, накорми, накорми. Ну, нет, не накормить, Кадуэ. В общем, какой-то этот Warcraft какой-то сегодня не такой. Я думал, что если все... Причем первая же игра у нас, самая первая игра на турнире была та самая игра Happy и Лина. И она была... Ну, она была прекрасна. То есть там был супер-топ уровень. Я думаю, сейчас весь турнир такой будет, это вообще ништяк. Можно будет прям посмотреть. Ну, это же Винера, Винера. Здесь... Ну, хотя вот прошлый день, прошлый день, казалось бы, это был первый тур лозеров. А вспомни, какие там были классные игры. Да, да, да. Вот этот вот особенный человек из Купщина, Ок, который... Не, ну ладно, ну зачем ты? Ну, там же был еще Мун. Там же был еще... Да ка Мун тоже никакой. Он половину своих игр выиграл, потому что он Мун. Потому что он же Мун, его нельзя прийти убить. Он пойдет разводить и быстро делать. Да, да, что-нибудь такое. Невозможно же, это же Мун, он как бы... Ну, как? Ну, интересно зато было. Ну, зрелищно, кстати, да. Не каждая игра топовая, зрелищная. И не каждая днища игра с точки зрения микро и так далее, не зрелищна. Ой, смотри, сейчас будет получать четвертый уровень Блэйд. Ну, надо же магазинчик отменить. Правильно, нельзя его отменять из винволка. Надо подождать, когда винволк спадет. Вот, и четвертый уровень. Супер. А так бы, может быть, из винволка бы и не получил. Кто его знает. Так. Так, так. С оби маской там и там, и Мке повезло, и Схе повезло. Но по уровню, опять же, 3-3, 4-4. Опа, 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 минус инвол, что ли? А зачем? Подожди, он замахивался на молоток или просто там был удар? Я думаю, что он просто понимал, что он не уйдет отсюда без этого инвола. И чтобы не так сильно тратить хп, он сразу прожал. Ну, то есть ему бы хп слили до единицы, он бы прожал этот инвол, а потом бы долго лечился. А так, он побыстрее прибежит, побыстрее полечится. Тем более, что Хуман решил, что вот сейчас пора уже игру заканчивать. Ну, он вышел из лимита, у него вроде как свиток есть, артефакты. Не-не-не, Хуман-то из лимита не вышел как раз, Хуман сидит в лимите. А, ой, сори, да. Ну, ничего страшного. Какая-то логика у него должна быть. Это ровным счетом ничего не меняет. Неверно, нет, нет, нет. Но она очень долго жила. Она каким-то чудом в прошлом сражении, где пять рифлов было, подлетала еще, там что-то стреляла в кого-то. Так что МК достаточно битый, у него нет маны, от него меньше, конечно, пробка. Причем ведет тебя этот битый МК, как будто он реально бессмертен. Да, телепортирует Сайм, подрезается Грант, насъедает еще кодой одного рифла, и в результате 45 на 50. И теперь мы бежим просто арком крепить еще одну красную точку, получать пятый левел, получать, и можно уже ставить экспанд, и еще 15 минут игры, и он выиграет. Мне очень нравится политика, как этих двух знаменитых ГСЛ комментаторов зовут, я забыл, брата Дейнайна и второго. Артосис Тейс, спасибо большое. Они замечательную фразу сказали о том, что «If you are ahead, get more ahead». Типа, если ты впереди, сделай так, чтобы ты был еще впереди, не старайся игру закончить прямо здесь, а типа Snowball, этот снежный ком пресловутый. Поэтому вот сейчас вот многие арки уровня чуть пониже, они бы такие «Ох, я выиграл, у меня я вышел из лимита, и надо идти снова убивать Хумана, потому что я выигрываю». Флай не такой. Флай будет методично наращивать свое преимущество, вот он справа поставил экспанд. Мне очень-очень нравится, как, кстати, показывают ребята в Warcraft. Здесь толковый опция, да. Ну, местами. Они показывают, ну, это, конечно, сарказм его, они не показывают, по сути дела, вообще ничего. Но там экспанд у Флая поставил. Ну, а зачем его показывать, мы же его видим там. Ну, это логично, да. И он прокликивает героев, смотри, показывает артефакты. У одного, у второго показывал. А что там выпал за артефакты? Прочитай, пожалуйста. Я могу не прочитать. А, барабаны орков, понятно. С Кадоевым уже не стакаются, насколько я помню, поэтому... Стакаются, это разные. Уже, уже пофиксили это в 31-м плаче. А это типа не Комантауэр? Да, это типа Кадоевская. Ох, выбирается Маутен Кинг. Так, на, вышка тебе, Клэп. Ну, кстати, вот эти вот... Да, очень больно. Очень больно. Здесь нельзя вообще сражаться уже, Орк. Да, тебе нужно... А, хотя можно Блэйда... В смысле, МКУ убить. Но он инвизный, диспл и вышел. А там уже все красное. Гранты красные, рейдеры красные. Но у него еще на СХ еще баночка есть. У СХ, короче, еще есть похилять. А вот свитков уже нет. По-моему, до него даже и не было свитков. Здесь, в общем, смысл в том, что Орк должен быстрее убивать юнитов, чем их теряет. А у него это, пока что, динамика не очень хороша. Хорошо. Прямо скажешь. Хорошо. А, еще... Это, знаешь, как по старинке, как... Ну, вот сражение Орковское, когда ты должен сражаться с широким фронтом в таком узком месте, мне очень напоминает старую добрую прискуску о том, как хантресок лишить бонуса их дамага отскока. Так, кто это предлагал вообще? Это Феня предлагал, мне очень понравилось. Но это шутка была, понятное дело, что Феня знал правильный ответ. Ну, в общем, знаешь, как их лишается? И бонусы отскока в хантресок. Так, сражаться по одному? Сражаться по одному, ты абсолютно не прав. Грамота, да. Это... Ну, это в стиле Фени, да. Этот юмор мне всегда был близок, Феня молодец. Ну, что, мы почти пятый дожили до пятого. Мы почти правильно предугадали исход, что орк пойдет в красную точку, закрепит, но... Подожди, нет, нет, не, Майкер, ты, похоже, все же не прав. Потому что кодой отображается как одна аура, а эти барабанщики отображаются... У него свое отображение этой ауры барабанщиков. Да? Барабанщиков, да. Но сейчас на СХ была там вот прям другая аура, не кодойская. Вот видишь? Не достает. Не достает. А, все, 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 нет. Все, теперь, нет, все, все, все. Я не прав был. Я не прав был. Это в последнем патче. Не прав, что не продал. То есть, Флай об этом не знает? Ну, может быть. Я не думаю, что он просто не дошел до магазина, проходя мимо своей базы с севера. Поэтому, видимо, действительно он не в курсе изменений последнего патча. Ну, это прямо скажем... Минус 200 долларов. Ну, в смысле, этих золотых. А то и минус... Сколько там за первое место? Там 30 тысяч. Ну, только слот он занимает. Пока что. Да ладно, да ладно. Его можно отсюда не выпустить. После анка у него не будет маны просто. А он отсюда его и не выпустит. Сюда надо бежать срочно с Хой. И с телепортом живется. Да, он видит просто, что в кодове, видимо, кто-то все еще переваривается и решил не вписываться за одного блейда. У меня еще трансляция остановилась. Да, у меня тоже остановилась. Тем временем, кстати, с Х5 уровень. И это... Это очень хорошо. Это, кстати, у них интернета подлагивает. Раз уж у нас синхронно только сейчас нормализовалось. Нет, все еще подлагивает. У меня 17.02 и лак. Ну, вот 17.08 уже. Там еще разок лаганет и вроде нормализуется. Ну, все еще у Флая преимущество хорошее в плане экспанда. И... Оно не все еще. Экспанд, наверное, вот только-только окупился. У меня сейчас 17.22. Да, отлично. 4 секунды, 3-4 секунды разница. МК инвизный идет вперед, 4 уровень опасный. Очень опасный. И лимит какой-то не внушает. Ой, а здесь так хорошо Хумун можно встать. Вот между экспандом и этим лесом наверху. Туда поставить МК. Только МК надо подлечить для полной. В принципе, он может и сам начинать. Раз уж достает Клэпом. Хотя Прист зачем-то вперед пошел. Да, эти Клэпы, это прям... Это прям совсем больно. А Клэп, кстати, его последствия дают такие же по ограничениям, по дебафам, как будто ты упал с Дирижабля. Понятное дело, что не так долго, но... Нет-нет, Дирижабль замедляет скорость перемещения сильно очень. Нет, там где-то 40-50% скорость перемещения атаки на втором уровне. А он просто, видимо, выглядит, да, как будто ты упал с Дирижабля. Да, выглядит так же. Понятно. Ну что ж, на самом деле у Хуму здесь очень уверен. Он сейчас фермы специально делает, чтобы фронт был поменьше. Куда вот МК ушел, ну ё-моё! Здесь неким просто убивать такое количество Райфлменов. Нам бы еще показали хоть одного Райфлмена, какие у них грейды. Потому что Райфлменов, как ты понимаешь, хорошо убивает либо Блэйдмастер, но он один, и у него есть другие задания. Ой, какой Клэп хороший, смотри. Ну там третье лечение просто вытаскивает Блэйдмастера и рабочих. И минус МК. Но здесь некому. Я не думаю, что если МК здесь не потерять, вот если МК потерять, это единственное, что можно потерять. А дальше? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в сражении на красной точке была самая большая ошибка, наверное, в этой игре. Взял артефакт, мог спокойно отойти. Ну мог же спокойно отойти. Вот эта вот беготня вокруг Матун Кинга, который уже там строил вышки, делал клэпы, уходил в инвиз. В инвизе уходил. Он бы и рад, чтобы его дальше было так поокружали. Да, и там, кажется, ничего вообще Чаймика не потерял. Ну то есть может быть один-два юнита, но траты со стороны Флая были более серьезные. И при этом, кажется, у него на этот момент достраивался экспандер, сколько я помню, да, Витя? Да, 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 абсолютно прав. Ты абсолютно прав. Но вот эта игра должна очень большой звоночек для Флая прозвонить, звоночек ему на свой гол. Потому что не убивают просто героя Рейдера и Волкера, не убивают Райфлменов. И если Грейджин и Райфлмен, а я думаю, что они там один-два Грейда имели, если бы МК не умер, вот эти вот, сколько там Райфлменов бы было, они бы разобрали бы все. То есть эти ребята, которые очень сильно не заоценены, возможно, именно поэтому Кэш пытался свою первую игру сыграть через Райфлов, но Грабби, когда я смотрю его стримы, он достаточно часто сталкивается с Фуманом, который играет в чистых даже Райфлменов. И получается очень жестко. То есть там вроде бы казалось, да, там какой-нибудь Паладин Райфлмена, МК Райфлмена. Да, это не стратегия из прошлого. Я слышал, да, не видел. Единственное, что уверенно с ними хорошо сражается, это Грейджин и Гранты со Спирит Линком. И если Грантов сильно меньше, а Райфлмена без кастеров строится достаточно быстро и достаточно много, они очень быстро все вырезают. Не умри там, МК, все бы было несколько по-другому. И я думаю, что если Юмика Чимика сейчас попытается сыграть еще раз в Райфлмена, более акцентированно, как-то более грейдованно, что ли, более агрессивно и не проиграет первую половину игры, кстати, так, что можно вообще бомбать, то все у него должно быть достаточно неплохо. То есть он увидел, что Грантов там нет, что Флайна Грантов особую ставку не делает, что не знает, какие юниты контрят Райфлменов. Можно попробовать еще раз сыграть. Главное не проиграть одной Виверне. Виверна, конечно, была неожиданно. Вот Спейл подсказывает, что с рифлами отлично сражается лаймерский бейстрейд, что тоже резонно те же. Лаймерским бейстрейдом очень прекрасно сражается с лоу, молоток и так далее. Ну и он, видимо, речь идет о как раз большом количестве рифлов, о котором ты говоришь, где небольшое количество кастеров, и главный акцент сделан на медленных и плохо убивающих здания рифлов. Хотя не надо эти... А, хотя там есть бетон на Т2, да? Кто бы дал мне бетон на Т2 в 2006-2005-2004 году? Ты знаешь, как бы я был рад? Да и шипы тоже, ты же видел последние шипы тоже, которые... Да-да-да-да, там Гуля укусила бурмса и может идти уже лечиться на базу. А второй раз укусила и уже гулинет. Нет, это прекрасно, я считаю. Это правильнее. Ну, я напомню, кстати, что когда-то у орков вышки с бетоном давались без дополнительного грейда. Где-то приблизительно в районе всего рока и первых двух лет ТФТ, если мне память не изменяет. А потом еще прибегал МК и кидал молоток в эту вышку, и было вообще шикарно. Ну, да, было, но... Ну, ладно, неважно. Эх, какие времена были, да? Не то, что сейчас. Сейчас-то, конечно, все не то, что тогда. Да, важно. И что еще? И сейчас мы... Кстати, моя нелюбимая карта, вот вообще. Почему Блэйдмастера берешь, там, собираешь артефакты, и все. А к тебе кто-то прибегает, и все. Наверное, мне она не нравилась из-за того, что очень близко бежать до вражеских экспандов. Близко? Ну, представь себе, что сейчас Чимико надо добежать до арковского экспанда. И ему бежать минуты, наверное, две. Не-не-не, я не прочитал сарказм в очередной раз от тебя. Конечно, конечно. А, все, извини, пожалуйста. Да, и я всегда любил поставить экспанд где-нибудь, вот там вот, где... И за счет экспанда. И бегать, бегать. И бегать, да, и бегать, и долго бегать. А здесь как-то и до вражеской базы бежать дольше, чем ему до твоего экспанда, и ничего не поделать с этим. Отличный комментарий от Лэйст Эйнджелса. У меня шеф как-то попросил поставить версию Варика, в которой, цитата, «Гном может кидать молоток в здание». Обычный день с админа. Может быть, твой шеф смотрит стримы, потому что у него весьма конкретный запрос. Он явно хочет какую-нибудь версию 1.06. Блин, шефу привет передавай. Знаешь, да-да-да, во-первых, шефу привет, а во-вторых, если бы шеф еще добавил, ну, если ты понимаешь, о чем я, можно было продолжать это вечно. Ой, смотри, как тебе такой первый герой? Ты узнаешь его? А, да-да-да, нам ММК показывают с самого начала, но, ну да, на ТС можно его прокачать. Это стандартный стандарт. Не, вообще не стандартный стандарт. Противорка — это вообще не стандарт. Но, может быть, это просто левелинг, игра разума, и он пытался предугадать Форсира, и предугадывая Форсира, решил, что давай-ка я сыграю в ММК. А зачем ФС на Теренасе? Ну, на Теренасе можно, например, хорошо забузить быстреньких Виверн, потому что Вивернам здесь сильно ближе лететь до вражеской базы, чем... Можно попытаться быстренько чайник вейв качнуть, потому что есть тоже, где качаться, и первому, и второму герою. Можно попытаться... Да можно чего сфорсировать? Ну, наверняка возможностей много, потому что я ни разу не видел на турнире именно на ТС. То есть, орки повально здесь берут Блайда из-за типа артефактов, что он тут выбивает. Вполне вероятно, это еще одна. Ой-ой-ой, сейчас смотри, Флай должен отманивать. Отманивай, отманивай, выманивай. Молодец, Флай. Вот прям не подсказал бы, и он не догадался. И теперь... Ой, какой артефакт! Это на удивление, наверное, самый лучший момент, когда этот артефакт решает прям... Я чуть-чуть, я чуть-чуть, позади, да, но артефакт реально зарешал. Возможно, кстати, он его раньше времени использовал. Да, да, да. То есть можно же... О, молоточек. Ну что, похарасил? Куд, что ты делаешь еще? Сейчас до тебя дойдет этот удар. Зачем? Да, это было хорошо. Ой-ой-ой. И минус грант. Слушай, ну начало просто вешайся. Молодцы, да. Слушай, здесь нужна виверна. Не слушай, а просто здесь нужна та вот эта вот виверна, самая пресловутая, которая. Да. Ну, смотри, здесь еще есть лагерь наемников, поэтому берсерк покупается, от виверны проще отбивает. Здесь еще есть убей, блейдмастер, вот, скорее всего, от того, что нам показывали кастеры, что здесь есть высасывалка маны, просветка и молоток. То есть, если бы сейчас высосать ману молотком, а дубасить блейдмастера... У него было манов. А, в смысле, чтобы у него виндвока не было второго? Да, чтобы виндвока не было. Может быть, да. Может быть. Ну, в общем, Чумика здесь прямо, прямо таки хорошо впереди. Хотя ничего сверхъестественного, казалось бы, то он не сделал. Взял одну точку, пошел, поставил базу. Все стандартно с Маутон Кингом, с парой мерков. Этот врыв, блейда, конечно, был дикий. Когда он выходит из виндвока, у него там 200-150 хп, для того, чтобы попытаться добить хотя бы одного тролля. Не добивает тролля еще. Да, да, и рискует еще. Это называется, не добил тролля, зато потерял гранта. Да. Так, Маутон Кинг может много высасывать. А почему здесь четыре, почему здесь четыре этих? А тут же карту меняли несколько раз. Да, здесь их теперь не трое, а четверо. И кажется, Аркмак уже перестал кидать полиморф бесячий по проходящим мимо юнитам. То есть, что-то делали они там. Оп. Сейчас, да, сейчас неплохо нарезает. А, кстати, еще такое чувство, что побафнули несколько кристалл орб, изменили ему. Он несколько, по-моему, быстрее перезаряжается, или мне кажется? Мне тоже показалось, что КД уменьшили. Но я не помню этого в патч... В патчном. Ой, убегай, ой, убегай, бейдмастер. А как ты убежишь? А, блин, а почему МК-то туда... А, там глухая застройка. А он не может выйти отсюда просто. Это гениально. Это лучше, чем гениально. Ну, помнишь? Ой, только пристань и подставляй, пристань и подставь. Мы же видели, что при помощи Ламбер Мила и нычки там на нижней базе тоже, на этом турнире, не помню, кто играл, но был как раз вот точно поставлен этот Ламбер Мил, что ты приходишь туда харасить, и все, я ничего не можешь сделать. Это очень хорошо. И все, бейдмастер там застрял, надолго застрял. Он же не может... Мне знаешь, что казалось? Что вот именно когда на нижней точке поставили, там можно было веселый трик сделать. Подвести туда гранта. Да, и запрыгнуть внутрь. Ну, а как надо все равно выбираться-то потом на дистанции как? О-хо-хо, смотри! О-хо-хо! О-хо-хо! Ху-хо-хо! Падает, крепится СССР. Как же он... О-хо-хо-хо-хо! Блин, все желание пропадает. Сейчас и СССР может... А, нет, у него большой... О-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо! Какое унижение! Это жесть какая-то! Сейчас еще Блэйдмайстер не выйдет с базы. Вот после этого можно выходить, уже, да? Можно сразу выходить. Даже Виверна не спасет, я не знаю. Представляешь, что я сейчас кирками допинаю, да? Это такое унижение. Да ладно, два хита. Рабочий просто с руки! Он перенацелил магическую вышку... Ты просто с руки добил. Я делаю стоп-старт, а ты мне скажешь... 7, 16, 7, 17, 18, 19, 20. У меня 25. Все, ну, хорошо, да. По крайней мере, ты не позади будешь. Короче... Ну, надо отдать должную славу. То есть он пытается еще сказать о том, что нет, нет, нет. У меня суммарно герои 2 плюс 1 — это 3, а у тебя 4. Я отстаю всего лишь на 1 левел. Да. Если так суммарно посмотреть. И все у меня неплохо. А Чимико, красавчик, он не задерживался на своем экспанде. Побежал, прокрепил одну точку, потом сразу по таймингу пошел в Сыху. То есть это понятно, что Сыха выходит, он либо в мега-агрессию идет, но не в данной ситуации, либо идет там получать на второй-третьей крипится. Ну, это правда, скажем, совсем нестандартно бежать, мешать Маузен Кингом крипится с Шаттл Хантеру. Хотя, наверное, ты знаешь, если бы Блэдмастер не был бы там в этой западне, может быть, он бы и не побежал. Да. Если бы он был третий, если бы он был здоровый, то... И на другой карте, и не с этим соперником. Да, и не против этого героя. Ну, мог, теоретически мог. Вот, и получается, что у Сыха просто весь крипинг ему обломали. Причем так, ультимативно, Матун Кинг в этом плане чем-то на Варден походит из прошлой карты. Да, да, да. То есть приходит, два каста делает, и все уже меняется. Все замедлены, все бедные. И вроде ты кого-то крипил, да? Да. А тут пришли и покрипились на тебе. Да. Кардинально. Очень быстро меняется все. Смотри, сколько лет? 13 армора. 13 плюс 6, почти двадцатка армора. Двадцатка. Господи. Хорош, хорош. Близзарды, спасибо вам за эти плюс один, плюс один, плюс один. Теперь никто эти кольца не продает. Правда, непонятно зачем. Потому что... Ой, крипджек, смотри какой. Влетает, влетает. Вжух, вжух. Но здесь... Светку на того, на другого. Погиб смертью храбрых один из троллей. И, кстати, между прочим, криптики это очень хорошо. Здесь вопрос, во что пойдет Чимика. В грифоновле, либо в агрессию на Тер-2. Как ты думаешь? Судя по тому, что у него голды столько, а леса... Нет, смотри, лес есть. А он и купил шрепер. Скорее всего, Т-2, мне кажется. Ну, он видел, во-первых, экспант. Понимает, что у него окно не такое большое по времени. Ему бы что-то более агрессивное выбрать. То есть, если реальный выбор между... Но, с другой стороны, он видел много грантов, достаточно немало спиритволкеров и рейдеров. То есть, по сути дела, к агрессии на Т-2 флайк готов чуть больше. Нет, подходят райфлмены, и это как раз та самая агрессия на Т-2. Добьет? Добил. На тебе молоточек. Что за... Зачем... А, ну, хотя, да, окружать для того, чтобы хотя бы потратил ВВ. Просветка, не знаю, там была-не была в магазине, мог-не мог купить. Ладно, неважно. Но при этом, если сейчас получит 4-4 в ближайшем времени... Ну, еще остались пара-тройка точек, на которых реально можно еще... Прямо, скажем, совсем остались. Это прям... А у Чимика нету такого лимита, чтобы он прям опережал... Ну, то есть, он вышел, да, сейчас под 60, у меня 58, сейчас он у тебя 58 выйдет. Но у него уже нету этой банка голды в 1000. И флай в стандартные свои 50 вышел, и готовится выходить и в 60, и в 70. Куда сейчас флай лезет, скажи, пожалуйста? Вот где вот эта вот логика арковская? У тебя только что достроился экспанд, ты вроде как должен крепиться, куда ты лезешь на экспанд вражеский. Под вышками, под всем. А у тебя сейчас сколько времени? У меня сейчас 11.00. И он даже близкий... Не-не-не, он выходил на мост 15 секунд назад. То есть, он увидел армию в Чимика и пошел налево. Ну, видимо, он хотел... Подрезать, можешь сказать, просто? Не, я думаю, что просто развести на ТП, чтобы тот ТП и на свитке отступить. А самому... Ну, главное, чтобы Хуман не шел к тебе сейчас на эксп. То есть, он по таймингу думал о том, что сейчас Хуман будет давить твой эксп. Я не смогу защититься у Хумана больше. Поэтому мы попытаемся разменяться ТП на ТП, или я попытаюсь отступить, но он не сражаться. То есть, выиграет время. Мне сейчас важно, чтобы мою... Полторы тысячи голды, ты видишь, Уфая? Да, это очень опасная игра. Во-первых, футмены идут харасить его эксп. Во-вторых, не факт, что у него будет достаточное количество времени для того, чтобы отстроить этот лимит 70. Это даже близко не будет этого времени. То есть, вот сейчас вот... Причем, он бегал Блэйдмастером рядом с лимитом Хумана. Он видит выход. Он понимает, что его ждет. И, тем не менее, он не торгует... О, вампиризм ему выпал. Это серьезный вред. Отлично, спаслись два фута. Два косаря у него на руках сейчас только что было. Он все еще сидит на лимите 50. А представляешь, Чимико бы сейчас рассказывал, что у Флай 50 лимит, и он сидит с двумя косарями. С какой бы скоростью он нажал бы на педаль вперед. Да, да. Но каким-то удивительным образом чувствует вообще Флай. Флай вообще, да. А я не понимаю разницу между полторы тысячи и двумя тысячами. Я понимаю, что это разница в 500, как ни странно. Это мне понятно. Но для чего ты на этом сидишь? То есть эти 500... Ну, короче, мне этого непонятно. И он, видишь, он не успевает выйти в эти 70, в которых есть у Чимико. У него в заказе там три... У него, скорее всего, да, у него очередь есть. Три по три, это девять. И ты сражаешься 74 против 50... Пяти-пяти-семи, наверное. Шредера взял. У него еще были проблемы с лесом. Ну, вот сейчас будет, похоже, близко к финальному сражению. Ну, то есть они могут, конечно, разбиться, разбежаться. Подставляет, смотри, иллюзию. Но никак вообще не провоцируется Маутен Кинг пятый. Не верю. Так, ну и все. Маловато, кстати. Для 75 лимита маловато юнитов у Хумана. У него слишком много рабочих. Какой Близзард влетает зато с Клэпом. Шикарно. Но ловит коня. Пошла забава. Тык в коня. И Фонь сейчас будет мертв. Фонь должен быть мертв. Вот, Фонь мертв. Ну, ты немножко... А у Коня... Подожди, секунду. Там у него был ТП, вроде как, нет? У него Анг. А, Анг у него. Блин, как же не хочется рядом с этим МКО вообще находиться. Ёппер, СТ, ты видишь? Пятый левел. Разоплотняет все. Просто все, что видит. Тем временем там наверху. Спирит Волкер добивает одного Райфла. Был шанс добить другого Райфла, да. МКО вытаскивает эту игру. И у него еще есть маны еще на один Клэп. А еще одного Клэпа не переживет. Орк. Но, с другой стороны, Орк и Шредер... Смотри, нарезай там рабочих методичных. Ой-ой-ой. Блин, такая боль. Это, наверное, лучшая роль для Шредера. Орк еж... Ой, какой Клэп. Это страшно. Это совсем страшно. И маны нет, чтобы отличиться. Вот только в магазин лежит СХ. Да, елки-палкин. Скай мог вытащить эту игру. Но... Ты знаешь, мне даже кажется, что в контроле дело. Юмико очень хорошо расконтролил это дело. Так Скай уже лет 6 не играет. А, ладно. Скай сказал, а не флай. Ну ладно, все равно на треть ты прав. В любом случае СХ падает, блин, ГГ. Здесь... Да. Ну да. Здесь, скорее всего, не в тех полтора или две тысячи голда. Да, и не в том, что он не успел выйти, а просто... Уровень героя. ...чемико переконтролил. Да. Переконтролил? Да. Может быть, может быть... Этот Клэп, этот Клэп меня просто, он... А непонятно, что с ним делать. То есть ты не можешь в милишной армии внезапно оказаться там, где тебе нужно. Ну, ты должен стараться забежать туда. Да, ты должен... У него в предыдущей игре хорошо получалось, не около красного большого огра, а в итоге все равно хорошо получалось забегать райфлами в райфлов своими... Либо кодоем сжирать, либо грантами забегать в кастеров рейдерами. То есть он как-то это делал. По сути дела, ты должен смешаться с своей милишной армией, ты все равно должен смешиваться с рейфлами-кастерами, потому что Близзард Клэп, он разуплотнит все. Да. А представляешь, что... По крайней мере, во второй игре поражение вроде как закономерно после такого крайне неудачного начала. Да. А представляешь, там бы еще были не рейфлмены какие-нибудь, а спиритволкеры с большим количеством 40, чтобы все это... Спиритволкеры. Спиритволкеры с большим количеством 40, чтобы это все было еще под флоу, и чтобы еще спиритволкеры не получали от Близзарда и Клэп, а Клэп и не получали. Я не знаю, почему хуманы... Они наверняка пробовали играть с двух арканок, чисто с двух арканок против Орка, но почему-то перешли в рейфлов. То ли из-за нехватки ДПСа, то ли еще по каким-то причинам. Но наверняка, наверняка они пробовали такие вещи делать. Ну, я понимаю, что связка Клэп-Близзард с Брэкерами это классика, и против Альфа до сих пор работает хорошо, и... Да, да. Я на секундочку пойду, немножко себе чаек наливаю. Давай, давай. Возвращайся. Да, друзья, такая серия немножко неожиданная, потому что... Ну, потому что вроде как в первой... На первой карте должен был... А, стоп, подождите, у нас получается... У нас 1-1 получается, да, ведь? Я что-то совсем... Первый же кто выиграл? Хуман выиграл. И у второй выиграл Хуман. Как так? Чего они играют? Почему они играют? Да я понял, что 1-1. Но... Я пытаюсь вспомнить... А, он МКу потерял на экспанде, все, извините. Я совсем уже заслушался РД. Непривычно, конечно, в другом стиле комментировать. Но, тем не менее... Да, первый МК убили. Точно, точно, точно. 1-1. Лиссориус подписан 6 месяцев. Е-е-е. Йойка, здравствуй. Интересного чела позвал. Это олдскул, понимаете? Это питерская школа, это орк. Орк Денис. Почти пятая панда, да, надо спросить, что такое почти пятая. Пятая панды у него. РД тебя подавляет. Я специальный. Я сто лет его не слышал, друзья. Надо же РД послушать. Майкеры, вы каждый день слышите. РД, хоть и непривычно, но... Но это... Это... Это олдскул. Стасек, привет. Привет. Никита им говорит. Спасибо, Михаил, что пригласил РД. Приятно слушать аналитику от орка. Вот. Вот. Привычка, конечно, слушать Михаила одного, она присутствует. Я читал там некоторые негативные, но, друзья, РД старается. И хорошо получается. Для человека, который не комментирует постоянно, очень даже... Очень даже хорошо. Так, Эхо Айлос. Опять МК, наверное, будет, да? Там Блэйдмастер, а здесь у нас... Нет, Архмак. На удивление, да? Казалось бы, на ТС мы берем Маутен Кинга, а здесь... Ну, а здесь мы... Мы играем в Айэма. Посмотрим. Так, а последний матч будет вообще диким. Там будет Лин против Сока за выход из группы. Это группа Хэппи. Ну, ее официально теперь можно назвать так, потому что Хэппи там на первом месте. Как так вышло, что Чимико не забанил Эхо? Наверное, по той же, блин, спейл-причине, почему... Почему... Блин... Инфи выбрал Терри Нас против Ла Лайта. То есть, такие вещи нам со стороны крайне сложно оценить. Что есть логика, а есть их... Их практика, их мысли. Ну, есть наша логика, так скажем. Не, я не знаю, как, к сожалению, Напс поживает. Надеюсь, что у нее все нормально, все хорошо. Ох! Побежали. Архмак у нас... Скорее сюда, скорее всего. Он просто пытается избежать контакта с Блэгмастером, бежит сразу Мурлоков мелких крипить. Максимально старается разнести точки криппинга. Где-то ополченцы воюют, где-то Архмак воюют. Но вот сейчас в центре, в центре Грунцер спалил. Не знаю, почему тогда Блэйд не бежит-то. А, нет, там нет Грунцера, вот поэтому и не спалил. Да, разминулись немножко, но разминулись. Блэйд пошел искать мага на Мурлоках справа, потом пошел возвращаться на Мурлоков слева. В результате здесь все будет уже закреплено. Да, я снова. Здравствуйте. С вами есть? Такое чувство, что Флай в первый раз видит, что такое вообще возможно, чтобы Архимаг крипился в одном месте. Да, это невероятно. Но они там разминулись, на самом деле, по центру, и он должен был, типа, замечать, если бы Архмаг с футменами пробегал. И он не добил, боже мой, он еще и не добил. А, ты чуть-чуть впереди. Господи, это такое унижение. Ты сейчас увидишь. Сейчас, 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 сейчас. Я просто в шоке. Попробую догнать. Да. Не добил, и Артефакт не взял, и... И еще не добил, и еще не добил. А, Грант еще сеточка. Он мог добить большого синего парня, он мог добить двух элементалей. А так он не добил никого, у него начало первого уровня, а там у Архимаг уже третий. Это просто удаляй. Да, крайне неудачно. Зато он зашел в магазин и купил себе серклетку. Но это плюс. Если смотреть вообще, что есть плюсового даха, это, да, это, несомненно, плюс. Все-таки вы решил элема добить? Потому что виндок заканчивался. Третий уровень Архимага, и это отмена. Так надо просто бежать на мейн, получается. Да, отманы есть на элементале. Тыкать прямо в мейн можно, даже уже не отменяющиеся, не отменяющиеся, здания отменять, а просто мейн сразу тыкать. Я не знаю, что здесь сделать у Арху. У него очень туманные перспективы в этой игре. Ему не дадут построить здания, вот не дадут и все. У Архимага еще сапожек есть в инвентаре. А еще там битый битый БМ будет. И здесь просто отменяют. Здесь даже не здание отменяют, здесь сейчас отменивают. А хватит ли ДПС ему, чтобы отменить? Если еще пару тычек сделает элементарь, то хватит. Он как раз пытался, да, он его подконтроливал специально, чтобы гранты не нанесли пару лишних ударов. Грамотно. И эти пары лишних ударов, пары лишних ударов, кстати, да, 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 ты все правильно сказал. У нас сапплайблок 31 на 30. Он успел, кстати, заказать Саху до того, как Бору был разрушен. Саху-то он успел заказать сильно заранее до этого. Но с другой стороны, ты знаешь, он Боров этот логово восстановит, не очень сложно это восстановить, а вот уже строящиеся здания он уже не отменит пуголь. Здесь такой интересный вопрос. Не стоило ли ему подождать и отменять здание строящихся. Да. Здесь бабушка на двое сказала. На двое. Но с другой стороны выходит МК. Да, будем крепиться. Потихонечку. А он не будет крепиться, он не должен крепиться. Пойдет сразу, ты думаешь, с МКой? Конечно, я думаю, что он сразу должен идти, либо сразу забирать какие-нибудь очень жирные точки, либо сразу ставить экспанд. Экспанд? Ох, ну ладно, хорошо, посмотрим. А для чего он еще третьего лентоляка начало, точнее Архемага? Третьего лента. Он садится, чтобы отменить одно логово? Ну, естественно, он рассчитывал на большее, но вот сейчас у него выбор, либо он реально идет, мне кажется, он на маркетплейс просто пойдет. То есть, это совмещение агрессии с крибингом. Да, да. Вроде артефакт хороший, корку поближе. Корка. Корка, да. А, нифига себе. Вот это миссридинг такой небольшой, потому что... А нет, это называется крипджек, причем смотри, какой это такой хороший крипджек, он прям с ментами поймал его на криппинге. Если бы ментов не было, то бы не закрипил, наверное. О, он прям хочет Блэйда убить. Да ладно. 13 хитов, там ополченцы... Блин, как же близко. А, застраивать сразу? Понятненько. То есть, он, как ты и сказал, в атаку. Реализует своего третьего. Даже, даже, даже максимально вкидывается в эту агрессию, вкладывается. А почему нет? Карта дуэльная, СХ не прокачан, Блэйдмэр... Берсерк, вот этот Берсерк, он важен, просто критически важен. Он тут половину ДПСа дает, кроме Блэйда. Больше некому стрелять по этим вышкам издалека. Но выжил, это хорошо. Да все равно, вроде там вышки грейдятся в процессе, и... У Флай еще саплай блок легкий. И только лесопилка заказана, Ламборд был только... Явно не готов к этому. Хотя, в принципе, он встретился по центру с ополченцами еще черт знает когда. Секунд 20 назад. Может, денег не было на лесопилку, может, еще что-то. А может быть, Блэйда контролил, чтобы тот не умер. Да, но тут же... Ну лесопилочку заказать, но это три клика на ее парасет. У них же АПМа миллион. Да, ЖПМа миллион. Ой, сложно. Ничего здесь не сделать. Причем, на самом-то деле, Хуман, имея Престов и Третьего Архимага с этими элементалями водными Тауренами. Он может спокойно врываться и в магазин всей армии, и даже в... А я не понимаю, почему он лапку не убивает. Как бы тот урон, который из двух боросов прилетает, не сопоставим с ценностью магазина. Это... Престы быстрее отлечивают. Вот, отлично. Хоть рабочий не ленится, видишь, чем-то занятое. Да. Помогает. Вот, а без магаза отбиваться, это вообще... Ну, у тебя ни лечения, ни регена, ни... У тебя героя... Не, хотя, смотри, второй есть левелл. Ну, он успел, да. Он этот, лагерь наемников забрал, там, где Берсерка брал. А как он уйдет отсюда? А он не уйдет отсюда. Все понятно. Теперь удаляют. Ему надо как можно больше продать за этого Блэдмастера. Еще одно лечение есть? Есть еще одно лечение. Может быть, даже минус того, что Бейтис получил второй левел. Ну, да. от Джи-Джи. Не, ну, вроде бы, да, а что, а сам виноват? Чего он этого Огра не добил, Алиментали не добил, был... Архмага не было бы третьего, сам был бы второй. Какие... Какие вопросы вообще к балансу? Сам не добил, причем у него там реально была... У него больше урона. Там... Да. Все в его руках было. Добивать надо просто. Как-то это смотрелось очень однобоком, односторонним. Корею показывает. Ты на сцене в Китае Корею, корейский флаг показывает. Вот. Обидно. Обидно. Так, у нас остался последний, кстати, матч. что, кстати, Чимико-то... Ой, они прям обнялись. Прям вот. А Чимико прям, смотри, такой, на позитиве. Ох. А ему-то что, расстраиваться? Все, парят. Ну, погиб. Вот, кстати, я вижу Гудгейм, да. Вот, слева-справа. Все наше, все наше. Все ваше. Ну, Чимико неплох, ладно. Я признаю, что если... Если забыть про первую игру, там, где он умер сначала, а потом умер от Виверны, от Неожиданной, и все потом. Ну, потом еще поиграл в 13 минут, да. То вторая и третья игра, ну, молодец, очень классно. Показывает о том, что он мало того, что знает, как располагать здание так, чтобы не тривиальном месте, чтобы не прибежал, не выбежал Баймастер, так еще, значит, другие штуки, играть умеет. Да, через замку первого хорошо играет, между прочим.